Многие страны Евросоюза признают, что вторая волна коронавируса захлестнула их раньше, чем ожидалось. Им снова приходится ужесточать на национальном уровне карантинные меры и при этом пытаться предотвратить экономический спад. А Брюссель, политический центр ЕС, настаивает на усилении борьбы с изменениями глобального климата в рамках так называемой «зелёной сделки». Европейский центральный банк уже скупает облигации для финансирования экологических проектов. Как совместить эти, на первый взгляд, разные задачи? Своим мнением на этот счёт поделился с Евроньюз главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. Вопросы ему задавала Эфи Куцакоста. Какими должны быть приоритеты для восстановления после пандемии, особенно в Европе? Не роскошь ли говорить о «зелёной сделке», когда тысячи людей теряют работу? Я думаю, здесь нет конфликта. Нам необходимо ускорение по всем направлениям. Оно должно было происходить в любом случае, даже если бы нынешних неурядиц в хозяйстве не было. Нужно ускорять переход на чистые технологии, дигитализацию и так далее. Нужно устремляться в будущее, но при этом не упускать из виду настоящее. Очень важно обеспечить, чтобы как можно больше жизнеспособных фирм уцелели, а трудящиеся, пострадавшие от пандемии, сохранили свою связь с работодателем и свою квалификацию. Как следует поддержать «зелёную» стратегию с точки зрения ЕЦБ? Возможно, основной пункт, значение которого иногда преуменьшается, это то, что сделать экономику более «зелёной» можно только посредством больших инвестиций. Требуются большие государственные инвестиции, большие корпоративные инвестиции для модернизации производства, внедрения более экологически чистых технологий. Участвовать в таком вложении капитала придётся и населению. Многие дома необходимо сделать более энергоэффективными. Нужно изменить то, как люди пользуются транспортом. Всё это, по сути, составляет большую инвестиционную программу. В условиях низких процентных ставок, в контексте низкой инфляции, государствам, бизнесу и гражданам инвестиции делать легче. Добавим к этому то, что Европа проводит всё более благоприятную для климата политику, вводит налоги на углекислый газ, устанавливает эмиссионные стандарты, принимает другие меры к сокращению выбросов. И всё это поддерживается той политикой процентных ставок, которую проводит Европейский Центральный Банк. И всё это поддерживает в сентябре политику, которую мы получаем. So, Mr. Lane, thank you very much for joining me on Euronews. Thank you.